Теренкур станет особо охраняемой зеленой зоной. Как выглядят остальные зеленые уголки Хостинского района, проверил глава Сочи. В Кавказский заповедник планируют выпустить еще десятки леопардов и построить еще один вольерный комплекс. В Сочи к соревнованиям готовятся сразу две сборные по настольному теннису и фехтованию. Один из турниров стартует уже завтра. Что бить будете? В Сочи появилась комната гнева. Здесь совершенно безнаказанно можно дать выход эмоциям. Постолимпийское наследие дало мощный импульс развитию города Сочи. Об этом шла речь на совещании президента России с членами правительства. Были обозначены приоритетные задачи социально-экономического развития России на 2017 год. Один из вопросов – развитие внутреннего туризма. В 2015 году темпы роста составили 18%, в прошедшем, по предварительным данным, на 3% меньше. Тем не менее, высокий туристический сезон еще не завершился. И увеличение турпотока в среднем по стране составляет порядка 9%, отметил в своем выступлении руководитель Ростуризма. Особое значение для страны имеет развитие зимнего отдыха. И в качестве хорошего примера Олег Сафонов привел горнолыжные курорты Красной Поляны. Наибольшей популярностью у нас пользуются горнолыжные курорты города Сочи, курорты горнолыжные Северного Кавказа, в Сибири у нас есть ряд интересных горнолыжных курортов, и в Алтайском крае, и в Кемеровской области, на Урале и на Дальнем Востоке. Краснодарский край показал порядка 500 тысяч человек, тоже рост более 8%. По словам главы Ростуризма, увеличение внутреннего въездного туризма приводит к развитию 53 отраслей народного хозяйства, созданию рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса, а также повышению доходов в бюджетах всех уровней. Только от Сочи доходы в бюджет Краснодарского края за несколько последних лет выросли в 3,5 раза. Это еще раз говорит о том, что мы в целом не зря развивали Сочи как круглогодичный курорт. И можно отметить, что кое-что хорошее мы все-таки сделали. Во всяком случае, в Сочи этот результат очевиден. Крупнейшие российские аэропорты обслужили на 20% больше пассажиров, чем в предыдущий период. В 2016-м российскими авиакомпаниями было обслужено 88 миллионов пассажиров. Только Сочи и Симферополь в этом году принял более 5 миллионов 200 тысяч пассажиров. А все потому, что в новогодние праздники в регионах была организована большая линейка событийных мероприятий. К другим новостям. Проверить все рынки в Краснодарском крае распорядился Вениамин Кондратьев. Поручение губернатор дал на приеме граждан после разговора с молодым предпринимателем Натальей Григоренко. Девушка занимается пошивом постельного белья и пожаловалась главе региона на то, что ее выгнали с торговой точки на рынке в Усть-Слабинске. По мнению Натальи, произошло все из-за того, что ее продукция была качественней и дешевле, чем у тех, кто давно там работает. Директор рынка нас не поддержал и сказал, что на рынке нас больше не было в связи с тем, что мы создаем конфликтную ситуацию. Вопрос может быть не единичным. Мне больше это тревожит. Что этот вопрос может быть не единичным. А если он не единичный, тогда на самом деле не работает опять наша самая система, где мы можем смело сказать, что есть возможность у наших производителей, неважно, малых, средних, то, что они произвели, продать. Продать в первую очередь здесь, на внутреннем нашем региональном рынке. Мы должны создать такую систему, чтобы у производителей был приоритет по отношению к перекупщикам. Нам таких изделий не нужны, которые делают собственную экономику и плюют на экономику района и экономику края. Не нужны нам таких изделий рынков. Значит, директор рынка вызывал, он пообещал, что 3-4 места заявительнице предложит. То есть, в принципе, все эти вопросы я с ним жестко обговорил. С проблемой, которая тоже носит не единичный характер, губернатору пришел Сергей Гузи из Крымского района. Многодетная семья получила землю под строительство дома, но, как часто бывает, участок выделили в труднодоступном месте. Нет дороги и добраться туда со стройматериалами почти невозможно. Нет подъездных путей к участку, где я строюсь. Почти весь материал, грубо говоря, насилие на руках. Вот вчера завезли мне лес. Мне пришлось оставить за километр. Как только сейчас будет погодные условия позволять, мы планируем сразу же ее еще раз отгрейдировать. Делаем ямочный ремонт. И она у нас запланирована, эта дорога, в связи с тем, что развитие микрорайона, мы планируем во второй квартал текущего года ремонт в щебеночном исполнении. Здесь, как договоримся, дорогу в гравийном исполнении, это однозначно, когда погода позволит, вы делаете. А дальше, по мере уже освоения в целом всех участков, конечно, поддержите этот квартал. Многодетный, конечно, мало что сегодня финансовая возможность семьи позволяет. Поэтому здесь мы должны максимально о них позаботиться и взять время, по крайней мере, бытового комфорта, отчасти на себя. Всего в этот раз на приеме граждан губернатору обратились пять человек. В основном, проблемы связаны с качеством услуг ЖКХ и безопасностью дорожного движения рядом со школами и детскими садами. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. На Кубани восстановят Белореченский лесопитомник, который был заброшен 10 лет. Такое поручение дал губернатор. Это единственное производство в крае, занимающееся выращиванием посадочного материала для леса. Вопрос о возрождении питомника Вениамин Кондратьев поставил после обсуждения состояния лесополос в регионе. Оно далеко от идеального. Усугубляет ситуацию неразбериха с собственниками защитных насаждений. Сегодня они уже сыпятся, сегодня они уже умирают. Кто вообще сегодня будет заниматься лесополосом? Что мы ждем? Лесополос – это основа сегодня нашего земледелия. Какие можно делать так, чтобы они были закреплены за конкретными владельцами или инженераторами земли? И четко они отвечали за состояние лесополос. Они разграничены. Не разграничены. И так и так. Могут быть в том числе и на землях. А когда вы разберетесь, Сергей Павлович? Вениамин Иванович, вот в этом году. Слушай, вы выйдете в поле из города, понимаете, в степь, посмотрите, что происходит с лесополосом. Дайте мне четкий алгоритм, что делать с лесополосом. На совещании обсудили и развитие так называемых пищевых элеваторов, куда фермеры могут сдавать свою продукцию. На Кубани уже работают два таких приемника. Однако, как заметил губернатор, для аграрного региона этого недостаточно. Привести в порядок гостевые зоны, продолжать работы по благоустройству и составить график выполнения работы. Эти и ряд других поручений дал сегодня глава Сочи Анатолий Пахомов в ходе осмотра улиц Хостинского района. Подробнее Рината Шипулина. В состоянии и качество благоустройства Хостинского района проверил сегодня глава Сочи, как говорится, с колес. Немало было сделано городом по приведению территории к единому архитектурному облику, напоминает Анатолий Пахомов. Но поддерживать и продолжать эту работу необходимо и сегодня. Гостевые зоны, подчеркивает глава курорта, должны быть приведены в порядок. Заваленные заборы, облупившаяся фасадная краска на домах, ветхие, порой бесхозные строения не к лицу южной столицы. По возможности необходимо увеличивать и зеленые зоны в микрорайонах. Сохранять уже сделанные и благоустроенные, в том числе, теренкур, тропу здоровья. Немедленно приступить к тому, чтобы эту зону сделать особо охраняемой, зеленой зоной. От курортного вниз к морю. Понятно это? Начинается у нас от стадиона и заканчивается на Мацесте. Важно не потерять то, что приобретали и нарабатывали в течение нескольких лет, подчеркивает Анатолий Пахомов. Созданную зону гостеприимства необходимо расширять. Архитектурный облик курорта должен сохраняться и в микрорайонах города. Объезд показал, что в целом Хостинский район выглядит неплохо, но мусор на склонах, придомовых участках портит общую картину. Поддерживать и сохранять порядок, содержать и контролировать благоустройство территорий, домов, причем как многоквартирных, так и частных, обязанность в том числе и самих сочинцев. Наши горожане должны понимать, что это создается для них, и это нужно беречь. И с другой стороны, всем этим надо управлять. И все это нужно содержать. И собственники, и наши индивидуальные жилые дома, их дворы, их заборы, это их собственность. Они должны быть в хорошем архитектурном виде. И, конечно, дворы, многоквартирные жилые дома, многие, которые отремонтированы за счет программы подготовки к Олимпийским играм, должны действительно тоже содержаться. И жители просто обязаны их содержать в замечательном состоянии. Результатом проведенной инспекции стали поручения главы города. Анатолий Пахомов потребовал провести обход территорий, составить план по благоустройству с условием, что к июню работы должны быть завершены. На ближайшем планерном совещании необходимо представить и первые результаты. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В пятницу, 13 января, воды не будет на нескольких улицах Адлера. Причина – ремонт водовода на улице Цветочная в районе дома номер 44. На период работ временно без холодного водоснабжения останутся улицы Цветочная, Голубая, Южных культур, Луговая, Станиславского, Ленина, Приреченская, Тюльпанов, Геоцинтов, Луначарского, Красная горка, Нагорный тупик, Саратовская и переулок Саратовский. Художественная школа в Адлере увеличится на 500 квадратных метров. Совсем скоро строители приступят к ремонту соседнего здания, которое и станет продолжением детской творческой мастерской. Необходимость расширения назрела давно. Педагоги просто не могут принять всех желающих заниматься искусством. Но после завершения строительных работ очередь исчезнет. Социальные программы на 2017 год в Сочи уже утверждены. Для жителей города в новом году будут построены детский сад, школы, отремонтированы дороги, ряд культурных и спортивных объектов. Детский сад на 210 мест в поселке Лао строители планируют завершить именно в этом году. И в верхней беранде 1 сентября ученики пойдут в новую школу номер 88. Уже заложены средства в городском бюджете на ремонт виллы Вера, помещение которой занимает Центр внешкольной работы. В приоритете на ближайший год и расширение детской художественной школы в Адлере, сообщил глава города на первом в новом году совещании. Это приоритет, это значит, что в этом году мы должны достроить этот объект. И у нас появится дополнительное количество, свыше 200 мест для наших деток в художественной школе, что очень серьезный прорыв. 9 юных художников вместе с преподавателем творят в одном из самых маленьких кабинетов художественной школы. Впрочем, остальные по площади не сильно отличаются. 58 лет в этом здании талантливые дети учатся выражать свои мысли кистью. Около 400 квадратных метров и почти 700 воспитанников. Класс, я здесь уже работаю 23 года в этих стеночках, он мне невероятно дорог, но тем не менее я рада, потому что тесно. Потому что вот видите, что некуда складывать подрамники, некуда, как бы тесно. С каждым годом желающих стать художниками становится все больше. Однако расширять творческое пространство не позволяет маленькое помещение. Сегодня очередь на поступление в художественную школу больше 100 человек. Хотя желающих очень много поступит, конечно, о поступлении волнуется все. И родители, и дети. Жалко, конечно, когда набирают очень ограниченные. Не хватает помещений для хранилищ, библиотеки, мастерских и столярного цеха. Но скоро все изменится. Пристройка на заднем дворе станет вторым корпусом школы. С просторными классами и кабинетами. Здание начали строить в начале 90-х силами родителей. Потом стройку заморозили. И до сих пор никто даже не надеялся завершить начатое. Все изменилось в ноябре. Тогда Анатолий Пахомов побывал в Адлерской школе. Узнав о проблемах художников, дал распоряжение включить учреждение в социальную программу на 2017 год. Какие проблемы? Я говорю, не хватает нам места. У нас желающих больше, чем мы можем поместить. Он обратился к главе района, говорит, ну надо подыскать помещение. И тут я ему говорю, а у нас вот стоит недострой-то. Надо было. И он живо ухватился так за это, заинтересовался. И быстро-быстро все завертелось. Более 500 квадратных метров – это больше, чем школа располагает сегодня. Когда строительные работы будут завершены, в школе прибавится и учеников, как минимум на сотню. А пока педагоги продумывают дополнительные образовательные программы, их воспитанники размышляют над дизайном нового помещения. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В России отметили День заповедников и национальных парков. Дату официально учредили 20 лет назад. В Краснодарском крае находится один из старейших и крупных заповедников – Кавказский государственный. Его площадь – около 300 тысяч гектаров. Олени, кабаны, волки – все они живут на одной небольшой территории и довольно мирно. Все подробности в нашем следующем сюжете. Красная поляна, кордон Лаура, на посту лесной стражи – вольерный комплекс. В нем десятки видов животных и птиц, которые обитают на просторах Кавказского заповедника. Его создали не ради забавы. Все звери оказались в вольерах не случайно. Например, Марусю с вырванными клыками и когтями забрали у фотографа. Он подсадил рысь на наркотики. А графиню искалечили шакалы. Спасти черного грифа удалось. Но теперь он не летает. Эти животные – многие краснокнижные, под постоянным наблюдением ветеринара. При этом условия содержания максимально приближены к природным. Постарались не только сотрудники заповедника, но и сами обитатели. Кабаны вот здесь, допустим, видоизменяют рельеф своего вольера. То есть они все перекопали. Они, допустим, в летний период, когда их начинают беспокоить кровососущие насекомые, утаскивают на выход ручья камни, палки, траву. Все это делают, плотину такую. Естественно, тут разливается вот эта вот речушка. И они используют ее как грузовые ванны. Волки тоже самое. Выкопали себе одно логово. Несколько выкопали ложных логов. То есть так же, как в дикой природе. Среди постояльцев самый большой зубр Муар – гордость и символ Кавказского заповедника. Ведь природоохранную зону создавали именно для возрождения диких быков. Еще в 1880-х годах по лесам Кавказских гор гуляли большие стадо зубров. Но в начале прошлого века браконьеры открыли охоту на царского животного и полностью уничтожили местный вид. Сотрудникам Кавказского заповедника потребовались десятилетия трудов, чтобы дикие быки вновь появились в лесах. В 1999 году их было всего 140 зубров. И покойный наш научный сотрудник, зубровед Невцев, говорил, что если популяция будет меньше 160 голов, то популяция исчезнет. Но, к счастью, я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой работе, мы за 17 лет в Павлоге нас за тысячу перевалили. Следующая задача, которую поставили перед собой экологи – возродить популяцию переднеазиатских леопардов. В прошлом году трех хищников выпустили в Кавказский заповедник. И теперь ученые пристально следят за барсами с помощью фотоловушек и чипированных ошейников. Но недавно кошка Кили не на шутку перепугала сотрудников. 12 дней она держала на одном месте перед Новым годом. Ну, мы уже не двигаясь. Мы думали, или ошейник потеряла, или погибла. Но через 12 дней она просто пошла дальше и двигаться дальше. Просто съела хорошую добычу, добыла хорошую крупную дичь. И съела 12 дней пировала на одном месте. По программе ученые планируют выпустить в заповедник еще десятки леопардов. И, возможно, в будущем один из барсов поселится и в вольерном комплексе, чтобы жители и гости региона могли воочию увидеть животных. Ведь в заповеднике площадью 300 тысяч гектаров это практически невозможно. К слову, там решили построить еще один комплекс. В скором времени он появится в Адыгее на кордоне Гузерипль. Ну и продолжаем выпуск. Выпил, украл, в тюрьму. Сочинские полицейские раскрыли кражу в поселке Красная Поляна. Охищение из подсобки гостиницы, сварочного аппарата и четырех ноутбуков на общую сумму около 400 тысяч рублей сообщили работники одного из отелей. За что задержаны? По подозрению в краже. Вы скажите, что было? Если честно, ничего не помню. Почему? Мы пили какую-то базягу, не знаю, с канистры, что ли, откуда он напился. Подозреваемый житель Калининградской области приехал в Сочи на заработки. Но, как оказалось, ранее неоднократно судимый мужчина, будучи в сильном опьянении, решил совершить кражу. Очевидцы рассказали полицейским, что ночью неизвестный пытался что-то закопать в снег на территории гостиницы. В указанном месте и были обнаружены сварочный аппарат и ноутбуки. А при дальнейшем разбирательстве выяснилось, что подозреваемый похитил у одного из постояльцев соседнего отеля кошелек с банковскими картами и десятью тысячами рублей. Данный гражданин украл четыре ноутбука, а также похитил кошелек из номера отеля. В настоящее время он признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ кража. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание – лишение свободы сроком до 6 лет. Бить посуду и ломать мебель за деньги теперь можно и в Сочи. Горожане, уставшие от стресса, могут больше не копить в себе негативные эмоции, а пойти в комнату гнева и разгромить шкаф или телевизор бейсбольной битой. Таким модным на сегодняшний день способом воспользовалась и наш корреспондент Инга Габешия. Чтобы бурно выразить свое негодование, но не пострадать от собственных негативных эмоций, понадобится кое-какая защита. Это шлем, специальный костюм, именуемый здесь Каспером, и перчатки. Все это поможет не пораниться осколками. Считается, что облегчение и разрядка наступают даже от одной разбитой кружки. Но я попробую кое-что потяжелее. Комнаты гнева сегодня открываются по всему миру. Популярность они набирают и в нашей стране. В Сочи подобный аттракцион работает лишь пару месяцев, но клиентов здесь уже хватает. Вымещать накопившуюся злость на стиральные машинки и принтеры приходят работники из самых разных сфер. Услугами комнаты психологической разгрузки пользуются и айтишники, и директора фирм. Буквально накануне солидные руководители выпускали пар, запуская в полет шкаф, рассказывают учредители новомодной комнаты. А вот главное по тарелочкам – все же женщины. А вы представьте, вот дома покрушить все. Потом, во-первых, это все же надо и убрать. А во-вторых, потом получить еще нарекания от мужа, то, что что-то разнесло мне здесь всю хату. Ну, как-то не очень. Да, новый стресс. Поэтому вот люди могут прийти, можно и своим также прийти, как бы разбить все это. Можно с фотографией мужа, начальника там и так далее. То есть у нас ограничение только одно. Во-первых, люди в алкогольном опьянении не допускаются, под наркотическими действиями также не допускаются. И, естественно, категория 18+. При входе в комнату гнева нужно лишь заключить договор, в котором прописано, что претензий дебошир, в случае чего никому не имеет. Ну, а меню бьющихся предметов достаточно обширное. В комнате для борьбы со стрессом сервиз на 12 персон. По примеру, Нины можно разбить за 350 рублей. Разнести в щепки шкаф за 1000, монитор за 700. Ну, а как разбираться со всем этим добром, клиент решает сам. На выбор – бейсбольная бита, кувалда или гвоздодер. Сеанс крушения, кстати, под любимую музыку, длится час. На выходе утверждают завсегда-то и никаких обид и злости. Правда, некоторые психотерапевты считают, что комнаты гнева усугубляют нервное напряжение. Другие, напротив, утверждают, что это вполне цивилизованный выход накопившемуся негативу и, к тому же, безопасный для окружающих. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и к другим новостям. В Сочи прибудут мощи святых Иоанна Крестителя и Лазаря Четверодневного. С часу дня 13 января до 11 часов 14 января приложиться к святыням можно будет в храме святой равноапостольной Нины в селе Пластунка. На базе Центра спортивной подготовки «Югспорт» в эти дни сборы проходят сразу несколько команд, в том числе национальная сборная по настольному теннису и фехтовальщики-юниоры. Как проходят тренировки и к каким стартам готовятся российские спортсмены, расскажем в нашем следующем материале. К столам теннисисты вышли только сегодня. В первые дни сбора упор был сделан на развитие функциональных возможностей спортсменов. У нас здесь проходит объемный сбор, то есть как по общей подготовке, так и по специальной подготовке. Плюс мы практически только сегодня вышли на столы, а до этого, то есть как бы 4 дня у нас была непосредственно создана база функциональной подготовки, где, ну, сами понимаете, что были праздники, то есть после них нужно поднять непосредственно функциональную подготовку, чем мы и занимались. На сборы в Сочи приехала и мужская, и женская команды. Всего 16 игроков. Сегодня теннисисты продолжают готовиться к чемпионату Европы. Его финальная часть пройдет в сентябре, а сейчас проходят квалификационные отборочные игры. Женская часть команды уже выполнила свою задачу, попав в 16 лучших сборных Старого Света. Ну, а мужчинам еще предстоит непростой матч за выход в финал с испанцами в конце января. Игроки, конечно, все знакомы, не один раз с ними встречались. Команда достаточно крепкая, они сейчас лидируют в нашей группе. Мы один раз с ними уже играли, проиграли. Там в Испании 3-2 в борьбе. Ну, нам все по силам, я надеюсь, что мы хорошо подготовимся и сможем их одолеть. Готовятся к серьезному турниру и фехтовальщики. Спортсмены уже завтра вступят в борьбу за медали первенства России. На турнир приедут лучшие шпажисты, раперисты и саблисты страны среди юниоров. Кстати, этот турнир будет принимать Сочи уже второй год подряд. Мы очень благодарны, что построили такой прекрасный спорткомплекс, потому что в таком месте, в таком городе, с таким климатом, с такими возможностями нам так не хватало базы, в которой можно было бы проводить и сборы, и соревнования. Я считаю, что этот зал в состоянии выдерживать уровень не только российских соревнований, но и международных. Первенство России станет одним из важнейших этапов подготовки к первенству Европы и мира. Соревнования пройдут уже в феврале и марте, ну а первенство России стартует на базе Югспорта уже завтра. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...